доброе утро дамы и господа и причина почему я здесь нет на эвересте я не был но посетил 33 страны мира и обсуждал вопросы каким образом и в моей компании работает 800 человек которые как раз и решает вопросы в том числе и с загрязнением и конечно публичный сектор и и частный сектор встречается с конкретными проблемами я создал специальный траст который мог бы заниматься этими проблемами соединить возможности и государства и частного партнерства и сейчас мы обсудим что мы считаем величайшей возможностью именно использовать различные идеи и создать такие специальные островки где можно продемонстрировать в 33 странах я понял такую вещь что что касается увеличение продуктивности и 10-15 лет потребуется через инновации выйти на новые уровни и тот факт который мне хотелось бы представить вам что вот касается у нас было сто лет назад 8 гектаров земли для того чтобы отвечать потребностям а сейчас у нас два гектара на каждого человека по всему миру из-за того что население растет а в россии даже в россии уже всего лишь 4 что касается китая это как раз самый большой рост потребления существуют специальные островки экологических проектов где эти участки растут 4 процента в год и поэтому нужно найти 100 миллионов гектаров каждый год для того чтобы поддерживать вот такие усилия это как раз территория примерно в два раза больше чем франция но инфляция безусловно убьет эту модель и они сейчас пытаются найти модели замкнутого цикла и вот модель которую мы хотели бы продемонстрировать в то же время вы видите что производство продуктов питания начинает снижаться и на фоне растущего населения и вот опять таки нужно эту тенденцию переломить а вот слайд где вы можете посмотреть это то что касается экологических городов китая и здесь замкнутые замкнутый цикл в который входят и люди и ресурсы городов и сельских областей и москва также должна рассматривать себя не только как город но и учитывать ресурсы ближайших регионов и как нет смысла бежать вперед в том случае если выдвиг в правильном направлении вот такую мысль высказал ганди и поэтому вот наш траст если мы соберем вместе мировых ученых экономистов инженеров бизнесменов адвокатов юристов и мы сфокусируем их внимание на некий демонстрационный пример и может быть мы покажем всего миру как двигаться вперед лучшими и более правильными шагалами и интегрированное моделирование применяется здесь мы создаем интегрированную ресурсную экономическую модель которая может использоваться любым регионам мира это первая модель вообще которая создана в мире и все то что находится на уровне земли это вы видите здесь это трубопроводные системы там и так далее все это автоматически интегрируется с моделью климатических условиях каким образом используется земельное пространство и с точки зрения здравоохранения то есть мы улучшаем здесь качество воздуха воды и таким образом создавая лучшую среду обитания мы влияем и на улучшение здоровья людей которые живут на нашей планете и когда мы взяли один из демонстрационных регионов в индии и мы создали вот такую реальную лабораторию создали кампус и модель как раз строится на базе участников этого региона и использовать инновации и новые подходы и методы управлениями этими ресурсами мы привлекли международные компании с новыми технологиями как раз для того чтобы они реализовали свои самые передовые проекты и те регионы которые мы выбрали это в индии в китае в африке и сейчас мы работаем с городом кигали с поддержкой господином кигали в китае мы достигли соглашение с чоминг айлендом и под имеем поддержку китайского правительства и здесь конечно мы будем создавать здесь инновационный парк технологий и это будет и китайский проект и международный проект для того чтобы продемонстрировать новые бизнес-модели и показать каким образом взаимодействует между собой там вода воздух и технологии и вот как раз можно обеспечить быстро на внедрение в жизнь самых передовых инноваций у нас также есть соглашение с городом сурат в индии сделать то же самое и господин моди главный министр поддерживает это лично и город сурат это один из самых крупных индустриальных комплексов индии и в то же время очень активно используются и сельские пространства и заканчивая хочу сказать вам вот те технологии которые мы собираемся развернуть в этой стране мы улучшим безусловно управление водными ресурсами улучшим технологии по ресайклингу кроме того будем эффективно использовать свободные участки земли и будем создавать новые рабочие места отладим на совершенно новой основе работу всех энергосберегающих технологий и поставки энергии как в жилищный сектор так и в сектор промышленности и думаем что это скажется и на улучшение здоровья новые экологические подходы с точки зрения сохраняя окружающиеся ряды мы будем использовать умные линии передачи энергии и это будет симбиоз промышленности и и промышленности и природы и это будет как бы работать из колыбели в колыбель мы постараемся уменьшить до предела количество отходов и системы мобильности больше цикличности лучшее управление транспортными потоками и логистиками и в городах что касается co2 то в об этом уже говорили умные сельскохозяйственные технологии то что хералда уже говорили и продолжаются эти эксперименты во всем мире и воплощать жизнь тех технологий которые помогают избежать дефористрации вот несколько снимок из джипен и из японии и сейчас вот из этих регионов мы сможем также и поддерживать и образовательные программы для того чтобы распространять эти знания из демонстрационных точек и чтобы распространялись они по всему миру и здесь можно скажем обсуждая вопрос использования водных ресурсов в индии экстраполировать это на другие регионы заканчивая у нас есть к сожалению точнее нет к сожалению демонстрационного региона в россии то конечно если в россии можно было бы создать такой экспериментальный островок и конечно это было бы очень интересно большое спасибо